Хочу поделиться опытом отопления помещения большого объема, то есть потолки здесь на самом высоком месте порядка 6 метров, общий объем примерно 1300-1400 кубов. Стены вот эта стена неутепленная, но она получается в пол кирпича, потом воздушный зазор небольшой и еще в пол кирпича. Ну и сверху видно, что просто закрыто пенопластом толщиной 50 миллиметров и снаружи там просто шифером обшито. Вот, значит, эта стена снаружи, там соседний склад, со стороны этого склада, стена полностью утеплена пенопластом толщиной 30 миллиметров, стена эта утеплена снаружи пенопластом 50 миллиметров, эта стена не утеплена. Но здесь бетонные блоки, видно, они достаточно толстые, плюс соседнее помещение там работают люди и там, в общем-то, не так холодно относительно. Вот, значит, была приобретена вот такая вот печь, типа булериан или печь длительного горения, то есть она конвекторного типа, то есть через трубы они нагреваются, снизу всасывается холодный воздух, сверху, то есть он нагревается, образуется соответствующая тяга, и вот через верхние трубы горячий воздух поднимается вверх, ну плюс еще также от самого корпуса греется воздух, поднимается. Значит, в чем основная проблема оказалась? В принципе, печка более чем нормальная, ее достаточно, вот для того, чтобы, допустим, когда на улице минус 5, минус 8, в помещении было где-то плюс 10, вот. Но для этого необходимо помещение как минимум дня три непрерывно прогревать, вот, что значит непрерывно, опять же, то есть в течение дня печь работает, на ночь она закладывается, и где-то там, вот всю ночь она, в общем-то, там клеит, и утром, там, часов 10 утра, грубо говоря, еще остаются какие-то угли, то есть вот в таком режиме три дня минимум подряд нужно его прогревать для того, чтобы поддерживать такую температуру. Тем не менее, проблема в чем? То есть за счет того, что конвекция, печка конвективного типа, конвекционного, весь горячий воздух, соответственно, скапливается у нас под потолком, вот, и потолок не утеплен, это просто железобетонные плиты, достаточно тонкие, вот. Для того, чтобы как-то воздух оттуда возвращать, вот стоит вентилятор, который сдувает воздух от потолка вниз. Кроме этого, происходит достаточно интенсивное перемешивание воздушных масс помещений, ну и за счет этого достаточно эффективно прогревается помещение. Сейчас работает один вентилятор, вообще их два. То есть вот второй вентилятор, но он пока месть не работает. Вот, пока месть достаточно одного. Когда очень холодно на улице, то включаются два вентилятора. Вот, значит, это, наверное, основной такой принцип. Хотя, опять же, обязательным образом на следующую зиму, если все будет нормально, как бы будем здесь работать, потолок будет утепляться пеной полиуретановой, вот, то есть, чтобы теплопотери были минимальными. Потому что даже с наличием вентилятора перепад температур вот на уровне роста человека, грубо говоря, и под потолком составляет где-то, ну, до 10, до 12 даже градусов. Вот. Опять же, тут тоже интересный такой момент, что на ночь желательно выключать вентиляторы. С одной стороны, получается, как бы не сильно прогревается помещение, но с другой стороны воздух не движется, относительно неподвижен, в общем-то, за счет чего сильнее, дольше сохраняется тепло, потому что воздух, особенно неподвижный, он является достаточно хорошим теплоизолятором, на чем основано теплоизоляционные свойства, там, и минеральной ваты, и пенопласта, и там, других подобных материалов. То есть, за счет того, что внутри материала воздух остается относительно неподвижным, его там много, и за счет этого сохраняется тепло. Вот. Значит, теперь, что касается самой печки. То есть, видно, что у меня, получается, в этой печке, они там есть разных конструкций, в этой печке подвод воздуха осуществляется исключительно снаружи, и регулировка тягой тоже осуществляется только этой задвижкой. Вот она. То есть, сзади никаких задвижек нет. Просто выход идет на тройник, на отстойник, то есть, получит образование конденсата, чтобы он уходил вниз. Вот. И, в общем-то, вот труба, она без ослонок, без ничего. Вот. Опять же, пока, если она доходит до верха, она не утепленная, дальше уже идет на коаксиального типа труба с утеплителем, вернее, не утеплитель, а теплоизолятор в виде базальтовой ваты внутри, чтобы труба по наружу не особо грелась. Ну, видно, что труба уходит в пенопласт, это, в общем-то, неправильно, и это будет в ближайшее время переделываться, приходится следить. Вот. В общем-то, при правильном режиме работы печи труба выше метра, ну, в общем-то, она особо не нагревается. То есть, вот сверху можно даже рукой прикоснуться, она горячая, но не обожжет слишком сильно. Но это только при правильном режиме работы печи. Потому что в момент разжигания печи, в любом случае, пламя большое, объем печки достаточно большой, и, естественно, труба, опять же, видно даже по цвету, вот цвета побежалости идут почти до самого верха. Но это происходит только в момент распаливания, разжигания печи. Вот. Опять же, можно сделать достаточно аккуратно и, опять же, избежать такого сильного перегрева. Это, в общем-то, по недосмотру получилась такая ситуация вот с моей трубой в данном случае. Общая длина трубы, вот, ну, где-то метров, наверное, 6. Может, чуть больше, но, скорее всего, это будет немножко переделываться конструкция, то есть труба будет не выходить в стену, а идти прямо через потолок на крышу, и там еще, в общем-то, будет добавлено метра полтора. Вот это будет более практично, более правильно. Теперь, что касается закладки, а вернее, стоп. По поводу вот этой вот задвижки, регулировки тяги, приходили различные тут специалисты, в кавычках, рассказывали разные мне сказки, байки, насчет того, что как это так, мол, здесь задвижка должна быть обязательной, это, в конце концов, буржуйка, ну, и так далее. Значит, опять же, как я только что сказал, что когда печь выходит на нормальный режим, даже при полной загрузке, то есть она вот достаточно большого объема, там дров много, то есть вот виден запас дров, такие чушки достаточно большие, обычно вот я их раскалываю, это на те, что большего диаметра, на 4 части, простите, что меньшего диаметра на 2 части, то есть, ну, вдоль. Вот, и получается, она загружена достаточно сильно, то есть там 3-4 таких бревна там укладывается. Вот, при этом на режиме, опять же, задвижка полностью перекрыта, причем иногда даже приходится ее поджимать чем-то, потому что видно, что вот она не плотно закрывается, то есть даже вот если ее полностью закрыл, как сейчас, то за счет того, что она гуляет здесь, то есть есть люфт, воздух все равно там с углов попадает достаточно сильно, то есть его приходится иногда полностью прижимать, то есть минимизировать. В любом случае какие-то щели небольшие есть, вот, и приходится ее полностью перекрывать. Вот в таком режиме это ее нормальный режим. И она себе чудненько тлеет, она сама по себе очень горячая печка, но труба при этом, как я сказал, выше метра, ну, может быть, метр двадцать, если даже там плюнуть или преснуть водой, она даже не шипит. Вот, поэтому никакой задвижки в конце не нужно, в ней необходимость нет. Плюс еще с ней дополнительные проблемы, если плохого качества дрова там или мокрый, или много смол, то это все дело закоксовывается, засмаливается внутри, и задвижка это начинает клинить, короче, с ней одни проблемы в итоге возникают. Вот. Значит, и теперь вот как раз по поводу правильного разжигания. Но опять же, насколько это правильно, я не готов, там, стопроцентно, со стопроцентной уверенностью говорить. Я так делаю, и вот по опыту получается самый оптимальный вариант. То есть я распаливаю печь вот такими вот небольшими сухими дровами. Вот, обычно, если эксплуатируется печь постоянно, то есть утром я прихожу, там есть угли, не нужно ничего заново разжигать, просто накидываются эти дрова, они загораются, схватываются. Вот. Их там подкидывается несколько раз, чтобы площадь углей активную более сделать, там, хотя бы наполовину длины печи. Вот. После чего я пользуюсь брикетами, ну, или это пилеты, наверное. Вот. В данном случае это пилеты. Сейчас, если что-то осталось. Сейчас покажу. Так, вот такая вот пилета. Вот видно. Сухая. Такой запах своеобразный. Короче, вот такие вот пилеты. Ну, они тут есть больше и меньше, они легко ломаются. В общем-то, вот такие кусочки. Вот. Ну, то есть это прессованная шелуха подсолнечника, если не ошибаюсь. Вот. Тут, как бы, есть интересное у них какое-то свойство. В них так или иначе остается масло. И они горят даже при полной задвижке, то есть при минимальном количестве кислорода. Они, тем не менее, горят. Но горят они примерно так, как вот горит спирт на подожженной, вот если ватку пропитать спиртом, поджечь ее. Вот. То примерно вот так горит. То есть если же я открываю задвижку под достаточно воздуха, они начинают гореть, как обыкновенные дрова. Вот. Значит, дальше. Получается, вот когда первоочередные вот угли, подстил такой сделан, то есть я накладываю эти пилеты. У них температура горения выше, чем у дров. Горят дольше, ну, прессованные, в общем-то, тут с ними все понятно. То есть я из них выстилаю подстилку такую, как-то, и стараюсь ее сделать почти на полную площадь печки. Это происходит там, ну, полчаса максимум за это время вот это получается сделать. И вот как только уже взялись углем именно вот тлением и там плавным таким горением пилеты, я набрасываю еще чуть-чуть поверху и потом уже сверху закладываю дрова. Ну, дрова обычно влажные, вот, далеко не сухие, далеки от идеала. Вот поэтому именно таким образом получается, вот, пока месть дотливают пилеты, древесина успевает за это время более-менее просохнуть, потому что, опять же, она в основном влажная снаружи, внутри она, так оно относительно более сухая. Вот, и, значит, уже потом, в процессе эксплуатации, уже когда наложены дрова именно, по мере их прогорания, опять же, поверх у них, когда они там слегка прогорают, уже образуется свободное место в топке, накидываю сверху немножечко пилет, вот, и опять только жду, пока, если не слегка эти пилеты возьмутся, вот, дальше, опять же, накладываю следующую порцию дров. Вот, дрова, опять же, закладываются, желательно, чтобы их длина была, ну, процентов 90-85 от длины топки, то есть, ну, грубо говоря, примерно вот так вот, то есть, чтобы не доходило до самого стекла, до входа, там, ну, сантиметров 20, вот так, и закладываются на всю длину, опять же. Вот, и очень важно, чтобы именно в конце, вот, это особенно важно, когда она оставляется, допустим, на ночь, там, на тлении, чтобы именно в конце она была загружена, потому что из-за того, что подсос воздуха, забор воздуха производится спереди, то и тление происходит более-менее равномерно, то есть, от входа воздуха и до конца, то есть, вот так вот она прогорает. Вот, поэтому это очень важно, то есть, там, вот, и вот то, чем я говорил насчет правильного режима. Ну, во-первых, вот, как видно, мне приходится подпирать задвижку. Сейчас покажу, насколько загружена печка, если будет видно. То есть, вот такой вот жар, почти под самый верх, вот видите. Вот, закрываем, и теперь покажу, насколько труба, то есть, сама печка. То есть, видно, да? А вот теперь я поливаю. Если видно. То есть, потеки воды, вот, до этого крепления еще оно как-то испаряется, а выше, в общем-то, уже еле-еле. Ну, вот, то есть, я могу, видно, прикасаюсь к трубе рукой. Ну, да, горячая, но, в принципе, вот я даже могу подержаться. То есть, градусов, ну, не знаю, наверное, 60, не больше. Это при том, что вот здесь печка очень горячая, вот. Поэтому никакие задвижки сзади не нужны. Прекрасно все работает, если правильно обращаться, как и с любым инструментом. Ну, на этом все.